доброго дня желаю всем слушателям радио астана зовут меня ольга опарина и мы начинаем программу личный выбор сегодня у нас в гостях екатерина мандрикова основатель и ведущий психолог центра семейной коммуникации в городе нур султан здравствуйте екатерина здравствуйте ольга хотелось бы сегодня поговорить про обиды тема такая довольно обширная мне кажется каждый из нас когда-то обижался и расскажите почему одни люди обижаются другие реже это делают совсем наверное людей которые не обижаются нет обижаются люди все и мужчины и женщины и дети и взрослые но зачем мы используем эту обиду дальше люди размышляют кто-то манипулирует этой обидой кто-то использует себе ее как ресурс а кто-то просто проходит мимо обижаются ли дети из какого возраста если это происходит вот я слышала такую версию что с грудничкового возраста ребенок уже может обидеться что родители уделяют ему мало внимания так ли это на самом деле обида это социально поведенческий феномен природой он не заложен в человека есть агрессия есть злоба есть ряд других эмоций подавление опять же соперничество но чувство обиды навязывают родители своим детям около года до начинают дети уже использовать в своем арсенале некоторые эмоции выражающиеся в мимике да в жестах в тот момент еще родители не идут на поводу этой ситуации дальше с двух до пяти лет отлично оттачивается это мастерство и чуть позже думаю мы пошире об этом поговорим как родителю вести себя когда ребенок обижается ребенок да смотрите опять он не обижается он испытывает какое-то чувство какую-то эмоцию состояния вот опять сегодня да была утром ситуация когда ребенок не захотел целовать папу по какой-то причине и я ему такая ты обиделся да на папу он мне такой кивает да и я ребенку два с половиной года уже объясняю что если он не целует папу значит он на него обижается ну все я его уже научила да как мама что вот это чувство обиды следующий раз он не просто отойдет от папы по своим делам он уже будет понимать что папа я на тебя обиделся 8 700 101 4000 это номер по которому можно позвонить туда можно написать свой вопрос в вотсап 75 72 77 это еще один номер по которому можно с нами связаться есть такие вопросы екатерина андреева из астаны пишет как показать человеку свою обиду на него лучше намеками чтобы его самого не обидеть или лучше все говорить напрямую слова подбирать бывает сложно поэтому выходит иногда грубо отличный вопрос чтобы не было грубо даем время на переживание эмоций да мы можем обижаться и проговаривать об этом человеку обязательно он не будет догадываться более того вы находитесь в состоянии обиды состоянии взрослого состояние ребенка а тот человек на которого вы обиделись он в состоянии взрослого человека находится не совсем понимает вас вы находитесь на разных параллелях что делать значит переживаем эмоцию раз второе разговариваем с человеком честно не ты меня обидел а я на тебя обиделась и давай сейчас вот эту вот это обсудим но лучше напрямую на прямую за вопрос а нужно ли вообще прощать может просто не общаться с этим человеком вы можете не общаться с этим человеком хотите ли вы продолжение этих отношений если да давай садиться за стол переговоров и выяснять в чем причина и в следующий раз чтобы такого не было опять возвращаясь к теме детей как не травмировать ребенка чтобы ребенок вырос счастливыми не обижался на родителей но всегда угождать детям никогда не получится потому что рано или поздно их запросы мы просто не сможем потянуть по финансовым эмоциональным возможностям нашим разговаривать с детьми как с личностью как со взрослым человеком честно откровенно я сейчас не могу купить вот эту игрушку давай мы с тобой вот подождем немного я подкоплю денег и мы с тобой сходим и возьмем ее а про время которое нужно уделять детям если определенные критерии именно вот столько минут в день и и я слышала про правило когда только видишь ребенка обязательно три минуты да нагнись поговори с ним удели вот эти ценные три минуты еще может быть есть какие-то психологами выявленные советы есть и я даю не 3 минут а я даю 15 минут на каждого ребенка на каждого человека в семье каждый день индивидуального внимания тепла заботы от жены к мужу от мужа к жене и от каждого и от каждого к ребенку да 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 а 15 минут целиком или можно урывками там или здесь только к одному человеку если у вас трое детей это ваши 45 минут 15 минут старшему ребенку 15 минут среднему ребенку 15 минут младшему ребенку не отвлекаясь на гаджеты на посторонние дела только играя и разговаривая о том что интересно ребенку спрашивая его чувствах а уроки и другие задания входят в эти 15 минут я с ребенком 15 минут делала уроки это считается нет уроки для ребенка это его работа он ходит школу получает знания это его труд это не считается следующий вопрос муж постоянно в телефоне не слушает о чем я ему говорю потом переспрашивает не запоминает моих просьб окей попросите мужа отвлечься от телефона дорогой я хочу с тобой поговорить мне нужно твое время удели мне его пожалуйста он такой я сейчас занят хорошо через сколько ты освободишься через 10 минут все через 10 минут я к тебе подхожу и мы с тобой разговариваем хорошо договорились 8 700 101 4000 номер прямого эфира туда же можете ватсап написать свой вопрос 75 72 77 также прямой контактный телефон можете дозвониться прям в студию гостях у нас сегодня екатерина мандрикова основатель и ведущий психолог центра семейной коммуникации в нашей столице и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 выписала обиду и спросила и что тут такого и вроде бы а ничего да и ночью обиду смотришь а тоже ничего да да все верно так есть есть вопрос от ажары как простить свекровь и даже если она ничего тебе не сделала вроде бы шуточные но тем не менее со свекровями для вас вы кровь это 2 ваша мама какие у вас отношения с мамой кто такая свекровь ваша соперница тогда почему она соперница если ваш мужчина это уже ваш муж он уже сделал свой выбор он отлепился от мамы и отлепился ли это уже другой а что сделала свекровь такого что можно было обидеться ничего совсем не сделала вы взяли обиделись зачем есть выгода или потому что а если есть потому что надо разбираться в конкретной ситуации делать это напрямую или через через мужа по-разному а можно пойти к психологу и не через мужа и не через свекровь а просто для себя понять откуда вообще идет вот эта история сейчас вот например ажара недовольна свекровью просто так потом она сама может быть станет свекровью и как-то это будет отражаться на отношениях ее сына и отношения не обязательно если она сейчас не осознает в чем причина этой обиды у нас были со свекровью не самые лучшие отношения какое-то время на тот момент когда я поняла причину мы с этим разобрались и я поблагодарила ее за этот опыт который нам не дала я прощу мальчика он будет мужчиной и у меня будет у самой невесткой я сделал правильные выводы как влияют обиды детства во взрослом возрасте дети часто обижаются на то на те или иные вещи и потом вырастает взрослый человек и все это прокручивает может быть как-то выливает на окружение на своем обвиняет родители не хочет брать ответственность на себя за свои поступки не хочет взрослеть а из последнего ситуации женщина отказалась от зарплаты от очень солидной зарплаты а потому что начальник ее выругал я спрашиваю сколько вам лет было на момент вот этой ситуации внутренней она горит 7 а сейчас он сколько 47 игры стоило вот этих денег это реакция такая нет давайте разбираться как она должна была себе повести как взрослый забрать деньги сказать до свидания то есть выгоду своего упускать не конечно конечно эмоции убрали в сторону и потеряли ну и сохранили свои деньги зачем вы же уже поработали а как же чувство достоинства хлопнуть дверью и уйти а почему вас это цепляет хотите об этом поговорить а вот смотрите например вспоминается такая ситуация сестра кажется ехала в такси таксист начал приставать номер спрашивать в итоге она говорит я и деньги заплатила и обиделась и хлопнула дверью и ушла потому что я такая гордая самодостаточная нужно было платить не можно было обидеть но все уже ситуация произошла самое главное чтобы эта ситуация не повторилась во второй раз так вопрос рика пишет в детстве я часто обижалась когда меня сравнивали с сестрой она значит все хорошо делает а я вот такая вот плохая как теперь есть этим жить а что хорошего есть вас у этой участнице да давайте плюсы у себя поищем кто вам рассказал что она хорошая вы плохая родители а это сценарий который сформировали в детстве и уже взрослый человек может поработать с этим вот как работают гипнотерапевты они водят человек в состояние транса и отправляют в ту точку боли до которая была там в четыре года а ребенок уже вырос ему 34 он может справиться его психика стала намного сильнее и опытнее ну и вот так происходит исцеление екатерина мандрикова основатель и ведущий психолог центра семейной коммуникации в городе нур-султан сегодня в гостях номер прямого эфира 8 700 101 4000 туда вы можете позвонить или написать 75 72 77 по этому номеру вы тоже можете задать свой вопрос о любви отношениях и самореализации в программе личный выбор на радио астана 7 7 8 8 9 9 10 Субтитры создавал DimaTorzok 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 с этим когда ситуация вот ровная станет не в минус не в плюс предложить поговорить просто по-взрослому можно знаете опять же писать письма друг друга какое-то время не так что написал и жег написал отдал человеку и попросил ответа чего если у тебя все кипит кипит понимаю позволить переждать если не выплеснуть это она никуда не денется с этим нужно работать только не на мужа не на жену рвем бумагу работаем бегаем все что угодно делаем и плескивает энергию можете там посмотреть фильм про плакаться выйти на улицу проораться то есть ну нельзя в себе это ни в коем случае зажимать есть такой вопрос как высказать свои замечания если человек принимает все близко к сердцу и обижается на любое слово и замечание и чтобы не обидеть приходится молчать то что люди слышат от нас они сами выбирают как им реагировать на наши высказывания если ваши личные границы нарушают спокойно об этом говорите не понимают спокойно повышаете голос они в плане крика просто громкость увеличиваете чтобы вас услышали мы можем обидеться но сделать так чтобы кто-то обиделся но это уже по-детски совсем то есть реакция человека это его правда это от нас не зависит это где-то его зацепило почему мы злимся ругаемся обижаемся да потому что где-то в себе мы не можем честно признать того что нам говорят люди в глаза а как быть с такими ситуациями на работе когда твой шеф коллега делает тебе профессиональные замечания если это объективно то это нужно услышать и исправить ситуацию и опять же стоит ли говорить коллеги если он обидчивый профессиональные замечания и портить с личные отношения на работе мы только работаем за работой мы выстраиваем личные отношения но мне кажется это непросто две подруги работают в одном коллективе одна другой сделала профессиональные замечания вышли улыбается не женщина будет таить обиду хорошо но тогда если мы не будем делать друг другу замечания на работе кто будет лучше работать как процесс пойдет быстрее ну что хорошего будет из этого давайте будем ну просто сидеть и улыбаться друг другу и все будет стоять на своих местах нет разбираться надо как научиться не обижаться вообще этому можно научиться или спокойно реагировать на какие-то замечания понимать смотрите обижаемся мы либо зачем-то либо потому что осознавайте в тот момент когда вас что-то задевает что колышется вас где та проблемка которую необходимо разобрать честно с собой поговорив зачем чтобы надавить вы обижаетесь чтобы манипулировать человеком обижаетесь или потому что уже на вас надавили и вами манипулируют и вы не справились этой ситуации своевременно вот вам обида сейчас рекламная пауза после продолжим астана радиосында астана радиосында астана радиосында жарнама технодомнан без авто гуліктің бірін утопалыныңыз қазанын бірмен отыз бір арылығынды бонустық картана пайдалана отырып кезгелген сомаға тавар сатым алыңызды автоматты түрде отыз ойнын кацу сатаныңыз без авто гуліктің бірі сізге бұйру мүмкін отыз қарашанын екесінде ойнадылат технодом бәрі де сіздер үшін астана радиосының жарнама ғызметінің телефона 75-72-99 жолдызды елірді ұлттық чартында раим артур женіз алина герц диско I am a disco down I am a disco Tochul eт д жұғу иначе Омеге'н атынато I am a disco Субтитры делал DimaTorzok Дискодэнс 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 Like, God is coming and see me now Your love goes out I am my Disco Dance I am my Billetsk I am my Billetsk Everybody �а, pap, m-m-i Everybody �a, pap, m-m-i Everybody �a, pap, m-i Everybody �a, pap, m-i Everybody �a, pap, m-i Астана ФМИНСТА ПАРАХ ШАСТНА ДА УСПИРНЕС Да или нет? В белом или в черном? Налево или направо? Это твой личный выбор. Личный выбор. На Радио Астана. Так часто обиды случаются в нашей жизни. В детстве не купили велосипед, парень не пригласил на свидание. В школе поставили не ту отметку, которую ждал. Везде обида, обида, обида. Кто-то легко с этим борется, кто-то переживает и несет по всей жизни. Сегодня говорим про обиды, будем подводить итоги. Екатерина Мандрикова у нас в гостях. Хотелось бы спросить, в вашей практике, может быть, какие-то яркие случаи, когда пара или человек пришел с обидой, вы это прорабатывали? Конечно, таких случаев очень много. Именно с этим и приходят, потому что своевременно не подлечили где-то, не высказались. Из последнего сейчас тоже обсудили вопрос от слушательницы. Пара пришла, семейная. Непонятно, то ли сохранять семью, то ли разводиться. И, значит, работаем. И дали возможность женщине высказать, что она вообще на самом деле думает, что она хочет сказать. И предоставилась ей такая возможность. Так получилось, что мы слушали все ее обиды, накопленные за 7 лет совместной жизни, около 40 минут. За это время несколько раз мужчина окончательно принял решение разводиться и чуть ли не ушел. Сессии. И у меня внутри переживания за то, что как быть дальше, что делать теперь с этими высказанными эмоциями. Но вы знаете, в завершении, когда я спросила у женщины, что она чувствует, она сказала, мне стало хорошо. И она физически развернулась к своему мужчине, когда в тот момент они пришли на консультацию, они хотели садиться на один диван. Сели и отвернулись друг от друга. Это физиогномика. И как только она высвободила все, что она накопила за столько лет, она физически к нему развернулась. И пошел контакт. И здесь я поняла, ура, мы будем сохранять пару. А вот эти обиды, которые я накопила в течение 7 лет, нужно было порционно выдавать. Как только образовалась обида, не хранить в себе, сразу надо. Да, и мы вспоминаем о том, обязательно запоминаем, что обиды как таковой нет. Это социально-поведенческий феномен, который придумали люди сами для себя, чтобы упростить себе жизнь. Есть агрессия, есть злость, есть давление на человека, есть желание манипулировать им. Вот это самое главное, что нужно сегодня запомнить. Как таковой обиды нет. Вы можете не обижаться. Если вы не справляетесь со своими эмоциями, то как ребенок вы впадаете в детство. И да, упрощая себе жизнь, говорить, я обиделась. Все, любите меня, жалеете меня, обращайте на меня внимание. На этой ноте будем подводить итоги. Чего бы вам хотелось пожелать всем нашим слушателям? В очередной раз хочу сказать, чтобы люди разговаривали друг с другом честно, искренне, по-настоящему, чтобы не за спиной где-то там копили свои недоговорки и потом через много лет по очереди все высказывали. А сразу на то мы и люди, чтобы понимать друг друга. Это по-взрослому. Екатерина Мандрикова, основатель и ведущий психолог Центра семейной коммуникации, была сегодня в гостях. Меня зовут Ольга Апарина. Всем желаю счастья, понимания и также разговоров. Говорите и слушайте друг друга. Всем шлю огромный привет. И остаюсь вместе с вами на волне любимого радио, радио Астана. Как построить отношения в семье и коллективе?